Диабет второго типа не имеет никакой связи с проблемами в поджелудочной железе и с инсулинорезистентностью. Уровень глюкозы в крови после приема пищи долго держится высоким по разным причинам. Первый вариант. Собственно инсулин полностью отсутствует или поврежден по вине клеток поджелудочной железы. Это диабет первого типа. Из-за проблем с собственным инсулином. Мышечные клетки не получают глюкозу, не сокращаются, и человек не может двинуть ни рукой, ни ногой. Жировые клетки также испытывают постоянный голод и не могут сохранить много жира. Поэтому такой человек, как правило, худой. Лечится диабет первого типа только одним способом – введением чужеродного инсулина в виде уколов. Таблетки, при таком типе диабета, не могут помочь клеткам получить глюкозу. После введения инсулина уровень глюкозы в крови быстро приходит в норму. И человек опять может двигаться и жить полноценной жизнью. Второй вариант. Это диабет второго типа с нормальным количеством и качеством инсулина. Все клетки полноценно питаются, не мешая жить человеку. Проблема заключается только в нарушении складирования глюкозы в клетках печени. И хранение его там, в виде гликогена. Чем больше поступило глюкозы во время приема пищи, тем больше и дольше держится высокий уровень глюкозы в крови. Для снижения уровня глюкозы применяют препараты, которые усиливают действие инсулина и заставляют уже сытые клетки забирать лишнюю глюкозу. Жировые клетки имеют избыток питательных веществ и синтезируют много лишнего жира. Больные на таком лечении, как правило, полные. Так как у человека при диабете второго типа нет оперативного склада глюкозы, он вынужден для пополнения глюкозы в крови питаться очень часто. Можно ограничить прием глюкозы с пищей. Но это не дает выздоровление, а только обеспечивает лучшие показатели в анализах крови. Модный термин. Инсулинорезистентность. Не имеет никакого смысла при диабете второго типа, так как все клетки накормлены. И значит, они чувствительны к инсулину. Применение препаратов, усиливающих действие инсулина, приводит к снижению уровня глюкозы, но не делает человека здоровым. Единственный вариант полностью прекратить течение диабета или затормозить его ухудшение. Это лечить клетки печени, хранящий гликоген. При частичном повреждении клетки ее можно полностью вернуть в работу. Если сразу после приема токсичной пищи уровень глюкозы стал больше, то при правильном лечении можно вернуть состояние в норму. При полном повреждении клетки она навсегда перестает выполнять свою функцию, и уровень глюкозы, без лечения, всегда остается выше нормы. Чем больше клеток печени вернется в нормальное состояние, тем лучше восстановится регулирование уровней глюкозы в крови.